Продолжение следует... И я ее ведущая Виктория Черкова. Сегодня мы беседуем с Веленой Кошевой. Велену Вячеславовну преподает математику на английском языке и готовит наших ребят к международным экзаменам. Велен, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам подробнее о программе международного бакалавриата. Она не настолько распространена в Ульяновске, это новое направление. Да, на самом деле программа международного бакалавриата не так распространена в России. Всего у нас на сегодняшний день 51 школа, которая проводит обучение по всей России в программах международного бакалавриата. И эта программа является международным признанным лидером образовательных программ. Что это за программа? Изначально она задумывалась как такое образование без национальности. То есть была задумка как универсальная рамка, которая бы объединила школы разных стран. Цель этой программы — воспитать человека, гражданина мира, с интернациональным мышлением, толерантного, открытого к новым идеям. Также он должен быть готов усовершенствовать мир со своими идеями. Вот как-то так в целом. И действительно, внутри этого международного бакалавриата есть несколько направлений. Мы можем выделить это начальная школа, средняя школа и программа старшей школы. В переводе, так скажем, с английского языка на наше понимание. И каждая программа по-своему уникальна. В начальной школе нет таких разделений на предметы, как мы привыкли. И любой процесс рассматривается с разных сторон. Зачем она нужна? Для того, чтобы вот это детское любопытство поддержать и направить его в русло такого осмысленного получения знаний. Действительно, если мы возьмем пример, как с водой, и как изучить воду, мы можем посмотреть на агрегатные состояния вещества. То есть, что у нас вода может быть в леде, жидкое состояние, пар. Можем посмотреть с точки зрения, к примеру, круговорота воды в природе. Можем точно так же узнать, сколько воды расходует наша семья. В начальной школе посчитать такие проекты могут быть у детей. Могут они посмотреть, насколько есть потребность в воде, когда мы занимаемся физическими нагрузками. То есть, одна и та же тема рассматривается с разных сторон. Программа средней школы, наши пятые и девятые классы, она ведется на русском языке, так же, как и начальная школа. Здесь содержание этой программы определяет каждая школа самостоятельно. В зависимости от того, какие законодательства, какие уставы у школы и вообще каких принципов придерживаются данные образовательные учреждения. Если мы говорим про программу старшей школы, то здесь преподавание ведется на английском языке во всех странах. И здесь ребята уже целенаправленно изучают разные предметы для того, чтобы сдать международные экзамены и поступить в зарубежное высшее учебное заведение, может быть, в колледже. И здесь есть уникальные компоненты у старшей школы, то, чем она отличается от остальных. К примеру, предмет такой, как теория познания. Есть уникальный тоже предмет, как CAS, это английская аббревиатура. Здесь мы можем, как это понять? Это спорт, творчество, социальная работа. Спортом, соответственно, занимается, чтобы укрепить физическое тело, творческая работа, чтобы развить наши способности творческие. Ну и, соответственно, социальная работа — это такое волонтерство для того, чтобы дети понимали и ценили неприкосновенность, прав и свободу другого человека. То есть быть активным, образцово-показательным, и всем ребятам пример получается, да? Гармонично развитая личность. А вот именно про познание, что у нас за предмет? Теория познания рассматривает различные точки мировоззрения, философов, к примеру. То есть ребята смотрят на мир с разных сторон. Можно кратко сказать так. Так, действительно, это нужно, если мы воспитываем гражданина мира. Нужно разное мировоззрение и действительно понимать, как на это смотрели философы разных стран и разных эпох. Ну опять же, все нацелено на кругозор и на разностороннее развитие. Да, конечно. Сейчас к вопросу о математике на английском вернемся. У нас, получается, дети 10-11 классов занимаются, не раньше. Как ребенку попасть в эту программу? Здесь у нас уже открыт набор в нашу школу. Действительно, чтобы поступить к нам, необходимо иметь аттестат без троек. Также необходимо сдавать экзамен по английскому языку. Если он вдруг не сдавался в 9 классе, то тогда можно прийти в нашу школу в 20 лице и сдать этот экзамен уже непосредственно на базе. Помимо всего этого, необходимо также будет пройти устное собеседование на английском языке, в котором будут оценивать не только свободу выражения мысли, но также будут оценивать мотивацию. Есть ли это мотивация внутри ребенка, потому что это действительно важно и это основополагающий фактор в обучении именно в старшей школе. И кто будет оценивать? Психологи или специальные педагоги, специалисты? Да, у нас есть координаторы, которые проходили соответствующее обучение. Координаторы нашей программы международного бакалавриата. Ну и, соответственно, также учителя английского языка. Куда без них, чтобы оценили действительно то, как они говорят на английском языке. Теперь расскажите по срокам обучения. Сколько у нас лет это длится и когда можно получить уже диплом? Да, на самом деле мы можем выделить здесь два года. Вся программа рассчитана на 10 и 11 класс. То, что касается диплома, здесь тоже своя история, как можно его получить. И зависит от того, насколько ребенок хочет уехать в другую страну, либо он просто хочет развить, так скажем, кругозор, и не только какие-то предметные знания. Здесь в каждом предмете у нас есть 6 предметов. Ребята их выбирают. 6 предметных групп, точнее. Ребята выбирают предметы из этих групп, должны выбрать 6 штук. Три из них на стандартном уровне, то есть 4 часа в неделю. Три из них на повышенном уровне, то есть это 6 часов в неделю. В конце ребенок может получить сертификат об окончании данной программы. Если он хочет поступать в другую страну, в высшее учебное заведение, то тогда ему нужно получить диплом об окончании. Чтобы его получить, необходимо сдать экзамены. По каждому предмету международные экзамены оцениваются в 7 баллов, и также он должен написать эссе. В нашем понимании привычном это такая дипломная работа. Действительно, она такая сложная, объемная, и она должна выполняться тоже на английском языке. Эта работа добавит 3 балла внутрь диплома. И, соответственно, исходя из того, как ребенок сдал экзамены, он может рассчитывать на те или иные вузы. В разных странах, конечно, это по-разному. Кстати, о разных странах. Какие перспективы у наших ребят, которые у вас отучатся в итоге? Ребята могут уехать и выбрать любые страны. Но вот по разговорам есть интерес в Чехию, а в Нидерланды ребята уже уезжают тоже так мысленно. И если мы говорим про страны, то в Англии, к примеру, диплом о международном бакалавриате приравнивается к диплому их курса предуниверситетской подготовки. Также, если в Америке, в Канаде, этот диплом может быть засчитан за прохождение первого курса колледжа в зависимости от оценок, ну, либо просто окончание средней школы. В Австралии также почти все университеты принимают данный диплом. В России тоже есть такие вузы, которые принимают диплом международного бакалавриата, но с требованиями о высоких сдачах экзаменов. Действительно, нужно сдать экзамен на 6 баллов из 7. Вот такие требования есть. Есть страны, которые говорят о том, что диплома вот такого недостаточно, и они объясняют это тем, что программа международного бакалавриата именно в их стране несколько специализирована. Вот такая политика тоже существует. В каких странах, например? Например, Турция. Вот мы можем выделить. Пока действительно это новое направление, и для школ, всего 30 школ, которые могут готовить к международным экзаменам по всей России, и действительно здесь есть некоторые сложности, и ребята уже смотрят на страну, выбирают, что им больше нравится. Может быть, у кого-то родственники живут в какой-то другой стране. Также ребята выбирают и университеты в зависимости от того, с чем они хотят связать свою дальнейшую жизнь. Ну вот как-то так. Например, ваша школа, то есть ваш лицей соответствует потребованию. А какими надо качествами школе или другому учебному заведению обладать, чтобы получить аккредитацию на международный бакалавриат, чтобы участвовать в программе? Особенность международного бакалавриата, что каждое направление аккредитуется отдельно. То есть если мы хотим получить программу начальной школы, то ее отдельно аккредитуем. Мы авторизовались уже 5 лет назад, у нас уже новая грядет, авторизация, подтверждение документов, дипломная программа. Мы авторизовались только в прошлом году. Действительно, это была серьезная и напряженная подготовка. Любая школа проходит длинный тернистый путь в 2 года. Первое, что должна сделать школа, это подать заявку на официальном сайте международного бакалавриата, а после получить статус кандидата. В этом статусе школа пребывает 1 год, и после уже начинается подготовка непосредственно к аккредитации. В нашей школе мы собирались каждую неделю со всеми учителями, готовили различные документы, также готовили свои рабочие программы, потому что рабочие программы в международном бакалавриате это не просто, что я как математик села и составила только свою программу. Я должна учитывать, что они будут делать на бизнес-менеджменте, к примеру. То есть сложные проценты, я, например, объясняю на своем уроке, они могут применяться не только в каких-то областях, но и в экономике. И, соответственно, экономики, на бизнес-менеджменте тоже могут посмотреть эту тему. Вот такая связь междисциплинарная должна быть, и для того, чтобы это все выстроить грамотно, действительно нужно очень много времени. Помимо вот этих предметных документов, у нас должны быть политики различные, политика оценивания, политика академической честности, к примеру. А что это такое, например? Политика академической честности, это, если кратко, то ученики должны понимать о том, что они не будут списывать на экзаменах и действительно говорить, я честный, я хочу сдать экзамен сам. Точно так же учителя должны понимать, что, ну, не допускать списываний, стараться действительно объяснять ребятам, насколько это важно, быть честным, честным самим собой. Вот, и как вам тоже удалось стать учителем этой программы, вам пришлось колоссальную работу сделать, и при том честно? Да, действительно, было довольно-таки тяжело. Я, когда мне предложила администрация ввести математику на английском языке, очень сильно так насторожилась, думала, но потом все-таки приняла решение, что это интересно, это развивает меня как педагога, есть куда стремиться, куда совершенствоваться, и знание моего английского языка как раз-таки здесь мне помогает и пригождается. Любой преподаватель также проходит обучение в течение месяца на английском языке, в течение которого тоже есть свои особенности, что мы с другими учителями из разных стран в общении узнаем вот основные принципы бакалавриата и какие-то предметные моменты о том, как устроены международные экзамены, пытаемся сами это как-то придумать, но все это в коллективном общении и вот коллективный труд и коллективная работа. Вот знание английского сейчас очень помогает расширить границы, как бы это банально ни звучало. Где вы так его хорошо выучили? Ну, на самом деле, я филолог, из которого сделали физмат. Мне еще повезло в том, что мои родители отдали меня в детский сад, в котором натянался английский язык, и он, наверное, тогда так заложился, зерно такое заложили, действительно. Это было уникально, сейчас этим, наверное, уже не удивишь никого. Зерно заложилось, оно такой красной нитью сквозь все мои года. Я участвовала даже в конкурсе переводчиков студенческих годов и заняла там второе место, чтобы для меня было, честно говоря, удивлением, переводя сказку Редиарда Киплинга «Откуда у леопарда пятна». Вот до сих пор помню, да, действительно, насколько это было интересно и сложно одновременно. И разбавила, так скажем, тех, кто учился на переводчиков, своим инженером физическим образованием среди них. Да, а какие у вас перспективы, если вы захотите куда-то уезжать за пределы Российской Федерации, где вас нормально примут и обеспечат вам рабочее место именно по всем правилам? Как здесь, только, может быть, даже лучше. Ну, для этого педагог должен вырасти для этого. Сейчас мы только-только начинаем вести обучение, и я прошла необходимый семинар для того, чтобы иметь право преподавать на английском языке, математику. Но если я захочу уехать в другую страну и там преподавать, то мне предстоит сертификация. И здесь для учителя есть несколько направлений. Первое — экзаменатор, то есть человек, который будет проверять экзамены международные, но здесь система очень строга и сложна тем, что ты не должен оценить точно так же, как это оценивает другой человек, который в другой стране, точно такой же учитель международного бакалавриата. Если вдруг ты оценил как-то не так, и это несколько раз повторилось, то ты можешь быть исключен из списка экзаменаторов. Второе направление — это уйти именно в лидерство в предметной группе. То есть внутри предметной группы математика, конечно, не такая широкая. У нас может быть выбор между математикой, так скажем, теоретической и математикой прикладной. Но вот в других предметных группах, к примеру, человек и общество, есть несколько предметов или естественной науки. Это физика, биология, компьютерные технологии. То есть здесь ты можешь стать лидером внутри данной предметной группы. Также ты можешь стать преподавателем, сертифицированным именно в обучении и преподавании. То есть в дальнейшем вести какие-то семинары и тем самым получить вот такой документ, который тоже, кстати говоря, можно получить на стандартном уровне и на продвинутом. После того, как вот есть такая сертификация, нужно будет отработать некоторое количество часов и в дальнейшем уже уехать за границу, уже преподавать там в странах. Но у стран, опять-таки, есть свои особенности. Например, можно работать в частных школах, потому что у них свои правила, но в государственных ты должен иметь диплом именно данной страны. Есть ряд стран, которые действительно требуют этого. Велена, когда вы общаетесь с своими коллегами из других стран, расскажите, во-первых, из каких стран, где ваши коллеги работают, и рассказывают ли они вам о проблемах, с которыми они сталкиваются, на местах, где работают? Внутри программы международного бакалавриата, о которой мы сегодня говорим, предусмотрен такой обмен между школами. И у нас такой обмен был, мы такие абсолютные счастливцы, успели до коронавирусного времена. Ребята съездили, наши ученики, в Германию, в городок Эшвеге, там в школу международного бакалавриата. Каждый ребенок был принят в семью и прикреплен к одному из учеников. И вот с ним он ходил и на предметы, и на какие-то спортивные мероприятия, развлекательные мероприятия. То есть полностью жил вместе с немецким школьником. Точно такой же ответный визит был нанесен и нам, опять-таки из этой школы. Уже немецкие ребята приезжали сюда, также были закреплены за какой-то семьей и за конкретным школьником. То же самое задумывалось для учителей, но, к сожалению, мы немножко не успели до эпидемии съездить, организоваться. Также у меня довольно-таки большой круг общения в международном плане, благодаря тому, что я была в моей общественной жизни, я была участником съезда молодежных лидеров BRICS, который проходил в Ульяновской области. Мне удалось познакомиться, ну вот самое такое яркое знакомство, это с преподавателем из Индии, и при том он доктор наук, именно по человеческому праву. Тоже довольно-таки интересно. И вот мы обсуждаем, как проходит бакалавриат в других странах. Также у меня есть проект внутри Ульяновского государственного университета, который связан с датской компанией SCAMOL. И мы тоже общаемся, и не только на тему нашего проекта, но иногда я успеваю спросить что-то про школьников, про школы и про международный бакалавриат. Насколько вообще это известно, насколько это распространено. К примеру, в Лондоне действительно международный бакалавриат довольно-таки распространен, узнаваем. Но вот в Корее тяжеловато, к примеру. Ну как-то так, да. Проблемы нет, но единственное, что вот мы таких явных проблем, но коллеги все-таки не делятся, наверное, я думаю так. Но вот говорят, что действительно много работы со школьниками неуспевающими, потому что они должны разработать индивидуальный курс о том, как будет учитель данный конкретный, работать с неуспевающим школьником, и в дальнейшем через какие-то отметки постоянно отчитываться родителям в школе и так далее. Ну, в принципе, у нас такие проблемы тоже существуют. С неуспевающими школьниками приходится работать, и довольно-таки усердно и действительно много. Вот на самом деле у вас такой лицей сильный по программе, и все-таки там подбираются дети, которые хотят и могут учиться, да? Да. Вот. Расскажите об одаренных детишках, есть ли у вас там какие-то факультативы или особые программы, чтобы раскрыть их таланты? В нашем лицее было новшество, такое значимое качественное достижение. Мы стали базовой школой Российской Академии наук. Также мы стали площадкой для Центра поддержки и выявления одаренных детей Аллы-Пороса. Такой мини-сириус, так скажем, в наших краях. И, конечно, мы должны соответствовать этим статусам. Внутри школы у нас есть профилизация, у нас очень сильное и физико-математическое направление, и международный бакалавриат — это отдельная история, о которой мы сегодня говорим. Также есть гуманитарное направление, филологическое. И ребята выбирают каждое из направлений в пятом и в восьмом классе. Что касается именно работы с одаренными детьми, у нас, да, есть факультативные занятия. Мы их ведем от программы Аллы-Поросов, от Центра Аллы-Поросов. Я сейчас веду математику как раз, и будет задуман летний интенсив. Ребята, если захотят, они смогут выехать в кампус, который находится в Крестовых Градищах, на три недельки. И их пребывание там будет разбито на три направления. Одно из них, которое... Три недели, соответственно, три направления, и одна неделя как раз физико-математическая. Также будут в дальнейшем тоже планируется несколько смен летних. Такие именно планируются как интенсивы. То есть это не только учебно-образовательный модуль, но также и учебно-развлекательный модуль. К примеру, современная передача, где логика, можно провести и внутри предмета математика. Ну вот что-то такое развлекательное. Уроки под открытым небом тоже планируются. Стараемся что-то придумать такое. Также, как школа РАН, мы принимали несколько раз преподавателей разных вузов. Приезжали к нам из Москвы в том числе. Читали лекции по робототехнике, по геноинженерии. И ребятам было очень интересно. И в такие моменты узнаешь, насколько ребята действительно заинтересованы и насколько широко эрудированы. Потому что мой класс выделился, задавал такие вопросы преподавателю, которые он действительно оценил. И сказал, хорошо, спасибо за вопросы, действительно очень интересно и рад ответить. Я так понимаю, вам как молодому специалисту нужно еще больше кадров, больше учеников. Может быть у вас есть что сказать нашим юным ульяновцам? Да, я скорее молодой педагог, чем молодой специалист. Потому что молодой специалист это до трех лет и без категории чаще всего. Но я уже учитель свыше категории. Что я могу сказать? Мы развиваемся, мы работаем с одаренными детьми, мы работаем и с программами международного бакалавриата. Помогаем действительно получить широкое образование, воспитать личность. Поэтому если вы хотите, приходите, прием заявок уже открыт, звоните, мы будем рады вас принять. Велена, спасибо за интервью. Спасибо вам. Это была программа «Гость студии» и я ее ведущая Виктория Черкова. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.